Шестой класс, 33 серия. Решение задач. Задача первая. Сколько натуральных чисел, меньших тысячи, можно записать с помощью цифр 0, 2, 3 и 4? Так, можно однозначные числа записать 2, 3 или 4. 3 однозначных числа, возможно. Числа могут быть двузначными. Двузначные числа в разряде десятков может быть 2, 3 или 4, а в разряде единиц любая из 4, 0, 2, 3 или 4. По правилу произведения надо перемножить возможности 3 умножить на 4, 12 таких чисел. Числа могут быть трехзначными. На первом месте любая из 3, на втором любая из 4 и на третьем любая из 4. 3 умножить на 4 и умножить на 4 получится 48 чисел. Итак, 3 однозначных, 12 двузначных и 48 трехзначных. А всего 63 таких числа. Задача вторая. Автобус прошел 5 шестых пути со скоростью 50 км в час. Затем задержался на 3 минуты. И чтобы прибыть вовремя, оставшуюся часть пути, он шел со скоростью 60 км в час. Найдите путь. Давайте за х обозначим пройденный путь. Если бы автобус шел со скоростью 50 км в час, он бы затратил х разделить на 50. Вот столько часов. Вот это время в пути. На самом деле со скоростью 50 км в час он прошел только 5 шестых пути. А оставшуюся часть, одну шестую от х, он шел со скоростью 60 км в час. И на самом деле время в пути было на 3 минуты меньше. Значит, вот если к этому времени прибавить 3 минуты, а 3 минуты – это 3 шестидесятых час. То есть это время в часах. то получится как раз вот то время, которое было бы на х километров со скоростью 50 км в час. Так, уравнение составлено. Осталось решить это уравнение. Надо привести к наименьшему общему знаменателю 300, упростить, и ответ х равен 90 км. Путь – 90 км. Задача третья. За 8 кг сахара и 6,5 кг муки заплатили 444 рубля. Сколько заплатили за сахар, если 1 кг сахара в полтора раза дороже 1 кг муки? За х обозначим стоимость 1 кг муки. 1 кг муки, допустим, стоит х рублей. Купили 6,5 кг муки. Сахар в полтора раза дороже. Значит, 1 кг сахара – это 1,5 умножить на х. И купили 8 кг сахара. Так, всего заплатили 444 рубля. Так, решая уравнение, получаем ответ. Х равен 24. Это столько стоит 1 кг муки. А вопрос задачи – сколько заплатили за сахар? Значит, ответ за сахар заплатили 288 рублей. Задача четвертая. Ширина прямоугольника на 2 см меньше длины. Так, давайте сразу обозначим. Ширину за х, а длина на 2 см больше ширины. Х плюс 2. Если длину уменьшить на 4, значит, была х плюс 2 минус 4, это будет х минус 2. Так, а ширину увеличить на 3. Х плюс 3. Площадь уменьшится на 12 квадратных сантиметров. Так, давайте составим уравнение. За х обозначили ширину первого прямоугольника. И это вопрос задачи. Надо найти ширину. Так, площадь первого прямоугольника. х умножить на х плюс 2. Это площадь больше площади второго. Площадь второго х плюс 3 умножить на х минус 2. И это площадь меньше на 12. Значит, если к той площади, которая меньше, прибавить 12, получится та, которая больше. Так, теперь раскрываем скобки, решаем уравнение. Здесь можно х квадрат вычести слева и справа от знака равенства. И получится линейное уравнение х равен 6. Значит, ответ – ширина прямоугольника 6 сантиметров. Заточа пятая. Есть три мальчика – Петя, Коля, Ваня. И фрукты – яблоко, груша и слива. Известно, что каждый из них съел какой-то один фрукт. Надо выяснить, кто что съел, если известно, что каждый из них сказал неправду. Так, Петя сказал, что он не ел ни яблоко, ни грушу. Коля сказал, что не ел ни яблоко, ни сливу. Ваня сказал, что съел то ли сливу, то ли грушу. Все сказали неправду. Так, ну давайте начнем с Вани. Если он сказал, что он съел то ли сливу, то ли грушу, и известно, что он сказал неправду, значит, он ни сливу, ни грушу не ел. Значит, Ваня съел яблоко. Так, Петя. Петя сказал, что он не ел ни яблоко, ни грушу. И сказал неправду. Значит, на самом деле он съел либо яблоко, либо грушу. Яблоко уже занято, значит, Петя съел грушу. Коля сказал, что не ел ни яблоко, ни сливу, а на самом деле он съел либо яблоко, либо сливу. Значит, яблоко занято, значит, Коля съел сливу. Итак, Петя – грушу, Коля – сливу, Ваня – яблоко. Задача решена. Продолжение следует...